Данный перчик вообще производится с 2011 года. Вот. Но зараза, когда он начал производиться, цена его была очень далека от конкурентов, вверх. Владелица данного авто, именно владелица, владелица, мужики-то первые, по-моему, ездили на этих машинах, но потом вовремя передумали, поняли, что немножко не то купили. Так, ребят, ну что рассказать. Двигатель стандартный стоит 1.6, 120 лошадей. Ожидать каких-то технических характеристик от него стрёмно. Там были более мощные версии по 180, расконт до сотни за 7 секунд. Это полноприводная версия КН-Хантри-Мэн-С. Но, смотрите, крыльев тут нет таковых, в принципе. Лонжерон сразу всё переходит. Чем-то напоминает BMW-копейку. Ну, это и есть BMW-копейка, по-правду. Все фильтры, всё, ну, всё от неё. Ну, вот, смотрите. Штамповка штамповка. Причём такая, реально сделана из такого металла, что, вон, я рукой, рукой выгибаю. То есть, ну, это реально, это бутафория. Не дай бог вам попасть в аварию на этом автомобиле. Это просто жесть жестячно. Я рукой телевизор прогибаю. Он из картона сделан. Я не знаю, это так принято, что ли? Чашка амортизатора просто пепельная. Она картонная. Я вон пружины вижу. И здесь никакой защиты. Ну, хотя вот за 4 года эксплуатации у хозяйки данного авто, мне никаких проблем не было. Единственная проблема, это датчики температурные зимой, глючик, и машина не заводится. Но это проблема всех BMW. Но я не ожидал просто внешне, что куда ни шло. Да, это, пластик бампера толще, чем все остальное барахло. Машина проехала 30 тысяч. 30 тысяч с копейками. Мы еще до салона доберемся. Где бачок омывающей жидкости? Это что? Там аккумулятор находится, кто не в курсе. Бачок, вот. Это же англичанин. У них все справа. Ладно, закрываем. Нечего тут смотреть. Кстати, в плане шумоизоляции, вот здесь вот, кстати, я так понял, чем дороже автомобиль, тем лучше к нему они относятся в плане вот красочного покрытия. Все крылья закрыты. Форсовая арка. То есть уменьшает шум однозначно. Кстати, замена лампочек. Вот отсюда и с арки. Также нужно выкручивать такое вот круглешо, как я не знаю. Не испачкаясь, вы это сделаете? Я лично не уверен. Ничего не напоминает. Фасад. Ну, багажника здесь нет, так как это суперкомпактный кроссовер. Тут даже нет запаски. Я вам даже не буду говорить, что-то. Сюда, по-моему, у вас может поместиться только огнетушитель. И все. Можно положить сумочку, сумочку-сумочки и еще что-то пару. Спинка зачем-то раскладывается в три положения. Ну, наверное, это кому-то нужно. Если вы ждете, что здесь будут какие-то электроприводы, то вы не дождетесь. Вот проем вот этот очень узкий. Когда выносишь ногу, задеваешь. Порог, кстати, широкий. Чисто может быть визуально, но широкий. Места много. Я только что регулировал сиденье под себя. Очень удобная посадка. Вон, видите. И можно долго ехать. Нормальная европейская посадка. Не то, что на японцев. В полуположении. Как лоу-кост самолет. Здесь все прекрасно. Кстати, есть ремни стандартные. А есть для детей. Удобное очень решение. Но вот эти вот ручки, конечно, вот эти вот ручки, это жесть. Это для кого сделано? Для детей? О, смотрите. Коврики мини-купер. Наверное, стоит, как сама эта машина. Если вы думаете, что на суперкомпактном кроссовере будете преодолевать небольшое внедорожье, то очень ошибаетесь. Клиренс тут всего 145 миллиметров. Подвеска независимая. Ну, собственно, все от BMW. Так, я не понял, куда я попал. Это что за автомобиль? Ну, понятно, да, конечно, да. Я, конечно, понял, да. Смотрите. О! Ну, это все отражает вот это существо этого автомобиля. Вот этот циферблат, вот этот. Так, ну-ка, проверьте. Смотрите, какой ключ. Смотрите. Это ключ автомобиля? Я не уверен. О, смотрите, игрушка завелась. О-о-о-о. Ну, тут прямо вот это вот, как пудреница для девочки. Ну, тут все говорит о том, что это машина для девочки. Что это посередине? Вы думаете, это что? Нет, это не спидометр, это тахометр. А зачем он здесь? Я не понял, что он работает. Он работает как швейная машинка. Мы еще поедем, но сейчас мы внутри здесь рассмотрим. Так, заглушили. Молодцы. Прошу обратить внимание вот на эти кнопочки. Вот это вот, вот это что? Вот это. Вот эти вот рычажки. Ой. Ой, это все закрывается. Открыть можно. Мне чем-то напоминает маленький самолетик. Ну, вообще, да. Это ж кантри-мен. Как в самолете. Дизайн самолета. Собственного, личного, маленького. Да. Подсветка для ног есть. Вот этот автомобиль покупался за миллион двести четыре года назад. В комплектации кантри-мен-с в полном приводе, с ксеноновыми фарами, с люком, с какими-то еще минимальными опциями. Его стоимость переваливала за миллион семьсот. За эти деньги можно было купить полноразмерный кроссовер. Полноразмерный. Не компактный, не средний, а полноразмерный. Типа Мурана. А если еще добавить, можно было уже и Анфинити подумать. Вы понимаете, да? Миллион семьсот в 2012 году. Вот эта фигня. Тут еще мультируль предусмотрен, наверное, когда-то для чего-то. Вот эти вот зеркала, которые мне напоминают, ну, я не знаю, что. Когда вы мышиную щель смотрите, это, конечно, интересно. Это, как, знаете, та песня. За рулем самолет, а-ля-ляй, ля-ля-ляй. Я уже петь начал. Это вообще нечто. Вот это зеркало для девочки. Тут все указывает на то, что это машина для девочки. Пластик, кстати, больше напоминает японский, не немецкий. Но это же машина, типа английская, произведена в Австрии. Сиденье. Посидел 10 минут. Такое ощущение, что на кресле домашнем сидишь. Кстати, а знаете, что я не понял, парни? У этого автомобиля нету вот здесь никаких органов управления стеклоподъемником. Все находится вот здесь вот. То есть и задние, и передние стеклоподъемники, центральный замок, все находится вот на этой центральной консоли. Как вот это, как у самолетика, рычажки. Вот рычажки самолетика. Вот раз, раз. Все здесь. Кнопочки, вентиляция, все такое маленькое. Это маленький пилот самолета. Да, Марио нам подтвердил, что пора ехать. Смотрите, какой у него рычаг. Что-то он как-то визжит на холостых, ребят. Очень сильно слышно двигатель. Вот в отличие от того, что я делал обзор вчера, то есть реально чувствуется, что... Ну, что можно ожидать от машинки переднеприводный, 120 лошадей. В принципе, стандартный расход, без каких-то там подхватов и так далее. Все стандартно. Что можно ожидать от него, так он и едет. То есть, нету какого-то ахого, ускорения. Кстати, автомат очень задумчивый. Задирают обороты. Я думаю, вы слышите. В потоке движется отлично. Руль очень острый. Даже если сейчас одеть на него летнюю резину, сейчас мы на зиме, на летней резине он будет рулиться, я думаю, что еще интереснее. Руль, кстати, очень информативный. Ты чувствуешь, куда ты едешь. В отличие от вчера мы делали Subaru Forester. Это вообще машина, которая не едет никуда. Этот едет. Руль мне кажется каким-то огромным, как на самолете. Хотя на самолете он маленький. Может быть, потому что вот эти вот огромные циферблаты и складывается такое ощущение, и передний циферблат маленький. Здесь эта скорость на тахометр цифровая дублируется. Когда на месте стоишь, этого незаметно. Ну, кстати, вот сейчас приноровился в потоке, очень даже резвый он. И вовремя на пониженную автомат переключает. Очень хорошо едет. Ну, в салоне шумно. Реально шумно, ребят. Как в самолете. Это же дизайн самолета. Только на четырех колесах. Подвеска такая жесткая, упругенькая, но не колдобина. Кстати, мозги все не вытряхивает. И тормоза есть. Есть тормоза на этом автомобиле. Выхлоп, кстати, очень сильно слышно. Какой-то такой визжащий. Ну, вот рулится предсказуемо. Вообще, отлично рулится. Автомат раскручивает при кикдауне до 7 тысячи. Вы не поверите. Ну, разгоняться на нем бесполезно. Я думаю, там секунд 12. Даже замерять не будем. Шум концентрируется где-то вот по центру. И не совсем понятно, то ли от передних, то ли от задних колес. Но его очень слышно. Может быть, это еще и от резины зависит. никаких посторонних стуков, звуков о подвеске. Очень приятно рулится эта машинка. Собранная такая. Никакой валкости. Не ощущаешь, что у него какой-то немножко повышенный клиренс. Кстати, расход у этой зажигалки где-то 11 литров по городу. При вот таких вот ускорениях. в принципе неплохо. Добиться от современных двигателей чего-то меньше, ну, это было бы глупо. Мне почему-то складывается впечатление, что на этой машине все сделано так, что все должно стоять справа. Вам не кажется, ребята? То есть это должен быть праворульный автомобиль, но не лево. Так это, я говорю, будет как-то более логично. хотя мне нравится, как едет этот мини-купер. Мне реально нравится. Это типичный, скажем так, немец или пусть он может быть англичанин, австриец, но едет он хорошо. Упруга его маленькие зеркала, хоть они и маленькие, но у них все видно. В отличие от аналогичных, например, у других производителей. Когда, например, на той же Audi A4 в эти зеркала вообще не видно ничего. Здесь есть какой-то даже обзор. Ты реально видишь, что происходит сзади тебя. Шумоизоляции, конечно, нет у него, вообще нет. из-за зависимости от того, какая тут резина, какое полотно, очень слышно, как меняется шум. Ну, на 60 км час более-менее. Так еще. Но долго, я думаю, ваши ушки устанут. Ну, всякие Peugeot и так далее мы обгоняем на раз-два. Кстати, не забыть надо. Как таковой, скорость в нем не особо, я бы так сказал, чувствуется. То есть, вы можете сказать, что он разгоняется только по шуму его двигателя. Что это было? Это была кочка такая? Он всегда так кочки проходит? Жестко, да? Жестко. То есть, до этого просто кочек у нас не было? Да. Кстати, смотрите, какое у него лобовое стекло. Оно к середине заужается. Так, ну что? Рулится автомобиль хорошо. Ну, не едет. Однозначно. Так, в потоке. Тормоза есть. В принципе, автомобиль понравился. Ну, вот этот вот необычный дизайн, конечно. должен вас либо оттолкнуть, либо влюбить в себя. Понятно, что автомобиль для девушки. Я не думаю, что мужик в трезвом уме и доброй памяти выберет данный дизайн. Хотя, может быть, он пилот. Пилот самолета. Только какого? В общем, я думаю, что вы сделали вывод себе о мини-купер кантри-мен. автомобиль для городской езды, для ежедневной эксплуатации достаточно надежный. Нет каких-то больших косяков, каких-то болячек, которые, в принципе, я вам назвал там, но это, я думаю, мелочь. Для четырехлетнего авто он потерял, в принципе, примерно на 40% от своей стоимости. Это достаточно немного, вынужден сказать. Так что вот такой он был. Мини-купер кантри-мен. Мини-купер кантри-мен. Мини-купер кантри-мен. Мини-купер кантри-мен. Мини-купер кантри-мен. Мини-купер кантри-мен. кантри-мен. Мини-купер